Армия обороны Израиля заявляет о самом напряженном дне с начала наземной операции. Войска зашли в центр Хан Юниса. Хамас удерживает многих захваченных в Израиле заложников. Семьи некоторых из них надеются, что в их освобождении поможет Евросоюз. Ни одна страна мира, утверждают эксперты, не идет по пути сокращения выбросов парниковых газов, чтобы достичь цели, предусмотренной Парижским соглашением. Армия обороны Израиля сообщила, что ее войска участвуют в наземных боях в центре города Хан Юнис, на юге сектора Газа, а также в лагере беженцев Джибалия и в районе Шиджая. Продолжаются также бомбардировки с воздуха. В больницу Насер в Хан Юнисе машины скорой помощи доставили десятки раненых, в том числе ребенка. Сообщается о рейде на штаб-квартиру сил внутренней безопасности Хамас в Джибалии. Возглавляющий южное командование армии генерал Ярон Финкельман заявил о самом напряженном дне с начала наземной операции. В боевых действиях против Хамас погибли уже 80 израильских солдат. По данным Минздрава сектора Газа, находящегося под управлением Хамас, погибли уже около 16 тысяч человек. Большинство жертв – женщины и дети. ВОЗ заявляет, что ситуация для мирных жителей сектора Газа ухудшается с каждым часом. После предписания об эвакуации многие были вынуждены переместиться из Хан Юниса в Рафах, где десятки тысяч семей уже живут на улице. Во вторник Израиль подвергся серии ракетных атак. В Ашкелоне пострадали два человека. Есть попадание в Тель-Авиве. Израиль возобновил наступление в Газе на Хамас после того, как короткий перерыв в боевых действиях подошел к концу. За это время было освобождено 110 заложников, в основном детей, женщин и пожилых людей. Но в секторе все еще остаются в неволе 137 человек. Семьи некоторых из них находятся в Брюсселе, в надежде, что Евросоюз сможет добиться скорейшего освобождения заложников, оказав давление на Катар, который ведет об этом переговоры. Среди похищенных оказался брат Йонатана Шабриза Алон, который успел сообщить, что в его дом в Кивуце Кфар-Аза ворвались боевики Хамас. Их родственники пришли к выводу, что Алон был убит боевиками Хамас. Но через неделю им сообщили, что он похищен и находится в секторе Газа. Больше никаких новостей о нем у них нет. Енит Ашкенази из другой израильской семьи также отправилась в Брюссель за содействием в освобождении своей сестры, 30-летней Дароны Штайнбехер. Во время нападения на Кибуц Енит присматривала за двумя своими маленькими детьми. А Дарона, которая жила одна, сообщила ей, что она прячется под кроватью. Мы получили сообщения, что есть много террористов в Кибуц. И я сразу поговорила с моей сестрой. И она сказала, что она опасна, что она находится под кровать в секторе, потому что она была себе. И в 10.20, она говорила с моей мамой. Она сказала, что она опасна. Их родные не имеют никакой новой информации о Дароне и ждут в Европе известий с Ближнего Востока. Енит отправила необходимой сестре лекарства, но она не знает, удалось ли Красному Кресту доставить их Дароне. Российские силы обстреляли из реактивных систем залпового огня город Часов-Яр в Донецкой области. По данным прокуратуры региона, погибла женщина и ранены пять мирных жителей. Сообщается, что в момент атаки люди получали гуманитарную помощь. Ранее стало известно, что в результате обстрела российскими войсками Херсона погибли по меньшей мере два человека. Под удар попали объекты гражданской инфраструктуры. Год назад Херсон был освобожден украинской армией. Российские военные находятся на другом берегу Днепра. Делегаты климатического саммита в Дубае КОП-28 обсуждают целую серию отчетов экспертов о состоянии климата на планете и усилиях по сдерживанию глобального потепления. Корреспондент Евроньюз Джереми Вилкс рассказывает последние новости конференции ООН. КОП-28 обсуждают целую серию отчетов по сдержке гражданской инфраструктуры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова. 1.1% globally, over 8% rise in India. And we had the World Meteorological Organization's Decadal Review, which evens out all of the changes you may see because of La Nina or El Nino, and it's a pretty bleak outlook for our planet. I spoke to the report author. We're seeing accelerating climate change across a wide range of areas of the climate system. We see continuing increases in global temperatures. We see sea level rise happening at an increasing rate. We see ice sheet loss happening at an increasing rate. We see the oceans getting warmer and more acidic. So we're seeing changes across much of the climate system, and they're generally changes which are not going in a good direction. In the face of such evidence, what we really need to do is to change the conversation, according to Bertrand Piccard, the founder of the Solar Impulse Foundation. We need to show the solutions more than the problems. We need to show that decarbonization has to be made through a profitable modernization of the countries, by having more efficiency, stopping to waste energy and resources and polluting, but also stopping to waste money. So there is a climate urgency, yes, but there is an economic imperative that can probably be much more motivating for the world of economy, industrial and politics. With those thoughts and those reports in mind, the question now is whether at the end of this conference we will get an agreement to phase out fossil fuels. Jeremy Wilkes at COP28 in Dubai for Euronews. The U.S.A.R.S. The U.S.A.R.S. The U.S.A.R.S. наблюдается беспрецедентное падение успеваемости после пандемии ковида. Эксперты отмечают, что снижение показателей в трех измеряемых областях можно лишь частично объяснить коронавирусными ограничениями, потому что результаты в чтении и естественных науках уже снижались, а негативные тенденции в математике были заметны еще до 2018 года в нескольких странах, включая Францию, когда проводилось последнее исследование. В Европе лидирует Эстония, которая также входит в глобальную десятку лучших по математике. Оценка знаний и навыков проводится среди 15-летних школьников. Помимо Франции, самый резкий спад наблюдался в Германии и Польше, где успеваемость учащихся была на уровне типичном для тех, кто был на год моложе в 2018 году. В Нигерии в результате атаки армейского беспилотника в штате Кадуна погибли по меньшей мере 85 мирных жителей. Сообщается, что в основном жертвами удара стали женщины и дети, отмечавшие мусульманский праздник. Десятки людей получили ранения и были госпитализированы. Власти назвали удар несчастным случаем, заявив, что дроны были нацелены на террористов и бандитов. Президент Нигерии поручил провести тщательное расследование инцидента. Глава нигерийской армии посетил место ЧП и принес извинения. Несмотря на меры, предпринимаемые по борьбе с нелегальной миграцией, тысячи людей отправляются из Франции в Великобританию через Ла-Манш. По данным британского правительства, с начала года пролив пересекли 34 тысячи нелегалов. При этом помощь потребовалось оказать почти 6 тысячам мигрантов. Ла-Манш – один из самых оживленных судоходных путей в мире. При этом сильные течения делают его опасным даже для подготовленных моряков. Контрабандисты вынуждают мигрантов садиться в переполненные лодки, подвергая риску жизни людей. На склонах индонезийского вулкана после извержения Воскресенья были найдены новые тела. Таким образом, число жертв возросло до 13. Еще 10 альпинистов числятся пропавшими без вести. Но, по мнению спасателей, они также погибли, так как находились слишком близко к кратеру. Плюс ко всему, поисковым группам мешает плохая погода и сложный рельеф. В понедельник вулкан Марапи извергся во второй раз, выбросив густые облака горячего пепла на сотни метров воздух. Марапи, известный своими внезапными извержениями, был особенно активен с января. Сотни классических ретроавтомобилей, выпущенных с 1899 года, выставлены в музее под Бухарестом, который празднует 10-летний юбилей. Уникальные экспонаты – часть коллекции Иона Цириака, бывшего румынского теннисиста с мировым именем, а ныне успешного бизнесмена и миллиардера. Сам владелец гордится тем, что все старинные автомобили, которые можно увидеть на выставке, находятся на ходу. Все машины, которые стоят здесь, стоят 100% функциональные, или, по крайней мере, что это должно быть. И в каждые 40 дней, или не знаю, что, я делаю три туры вокруг дома, или четыре, один километр, один километр и половина, с каждым, чтобы нужно, потому что, в любом случае, нужно выбрать праздник. Всего коллекция насчитывает 380 моделей. 170 из них экспонируется на выставочной площадке недалеко от Международного аэропорта Бухареста. Здесь также есть мастерская, где реставрируют автомобили. Легендарный теннисист Илья Анастасия пришел поздравить с юбилеем музея своего бывшего коллегу по спортивному цеху. Жемчужина коллекции – шесть классических Rolls-Royce Phantoms, выпускавшихся до 1972 года. Увидеть их, как и другие уникальные модели ограниченной серии, можно по пятницам и выходным.